Заместитель начальника управления здравоохранения Людмила Королёва покинула свой пост. Мэр Анапы контролирует исполнение своих наказов и распоряжений, а в системе здравоохранения в последнее время было несколько существенных сбоев. Должность замначальника управления здравоохранения займёт Элина Григорьева, до этого трудившаяся в этом же управлении главным специалистом. Заместитель мэра Анапы Михаил Баюр покинул свой пост и вышел на пенсию. По решению мэра Анапы Сергея Сергеева эта должность сокращена, а обязанности будут распределены среди замов. Вице-мэр Юрий Поляков получает в нагрузку к торговле и курорту сельское хозяйство, а вице-мэр Олег Костенко теперь будет руководить администрациями сельских округов. И новое назначение Сергей Янин стал начальником управления ЖКХ. Первое распоряжение мэра Анапы на новой рабочей неделе подготовится к парламентским слушаниям о проекте бюджета Краснодарского края на 2014 и плановые 2015 и 2016 годы. На вопрос Сергеева о конкретной цифре краевого консолидированного бюджета никто в зале ответить не смог. Я хочу, чтобы мои подчиненные пришли на это совещание подготовленными не так, как я, Евгений Степанович в данном случае, но хотя бы процентов на 10 от того, что знаем мы по бюджету 2014 и плановые предыдущие. На улице Ленина закрыли подпольный игровой клуб, изъяли 5 системных блоков, проверили 61 иностранца, трое граждан Узбекистана выдворили из страны. Глава города пока недоволен работой в сфере нелегального алкоголя. Уважаемый глава, если мой адрес в течение двух суток направить информацию о местах, где у вас происходит реализация сфердингового незаконного бюджета. Проблема пробок на Анапском шоссе в пятницу и выходные дни вызвала возмущение мэра Анапы. Три патрульные группы не справились с потоком транспорта. Не умеют или не хотят? Вопрос пока остался открытым. Снизилась эффективность профилактической работы автолюбителями. Парковки на улице Крымской и вообще по городу должны быть под постоянным контролем, а не накануне отчетов или после напоминаний. Первый вице-мэр Светлана Яровая вынесла на повестку два вопроса. План-график на новый курортный сезон уже подписан. Теперь его необходимо строго исполнять. А 14 ноября пройдет внеочередная сессия, на которой рассмотрят главный документ для нашего курорта – генеральный план развития Анапы. Мэр Анапы напомнил про задачу отремонтировать Дом культуры в рассвете. Говорили и о спорте. Фото серебряного призера чемпионата мира по тяжелой атлетике Олега Чена появится на билбордах в городе. А некоторым школьникам и юным спортсменам посчастливится пообщаться со знаменитостью. Олег проведет лекции в школах. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова